Вчера у меня съемка была в 2 часа ночи. Закончилось в 4, а сегодня в 8 утра уже был подъем, и нужно было снова что-то делать, снимать, писать, читать. Ненормированный график, очень поздные или слишком ранние съемки и постоянные командировки. Никакой личной жизни – это стандартные фразы, которыми пугают начинающих журналистов. Но коли уж вы избрали такой путь, свернуть с него будет сложно. Вот и журналист Марина Никитенко, кстати, профессионал с 20-летним стажем работы на телевидении, не променяла бы свою работу ни на что другое. На 20 лет назад, в прошлую жизнь, в любой другой момент я бы пошла работать на телек, потому что я горю этим, я люблю это. По сути, это моя жизнь, и я очень рада, что когда-то я поступила именно на журфак. Мастер-класс прошел в форме интерактива. Ребята распределили роли – ведущий в студии или корреспондент на площадке и интервьюируемый. Две минуты на то, чтобы раскрыть спикера и заинтересовать публику. Ксения Лукашева, например, уверена, что могла справиться лучше. К слову, перфекционизм – одно из необходимых для журналиста качеств, но не единственное. Характер должен быть умным, конечно, терпеливым. Если хотя бы один из слушателей заинтересовался и всерьез задумался о будущей профессии, мастер-класс прошел не зря, уверена Марина Никитенко. А заинтересованных было достаточно. Ребята не стеснялись задавать вопросы. Сколько получают журналисты? Среди слушателей оказался даже будущий спортивный комментатор. Я начал активно наблюдать за футболом и понял, что было бы неплохо. Мне понравилась эта профессия, мне понравилось, как имитируют люди. Они делают это профессионально, у них хорошая дикция. Я понял, что да, это мне по душе. Подобные мастер-классы проходят в Реутове на регулярной основе. Буквально пару недель назад для молодежи нашего города выступил популярный радиоведущий Максим Королев. Ксения Казакова, Виктория Волкова, Алексей Золотарев. Для РТВ.